Мы пригласили сегодня российского политика, оппозиционного политика Бориса Немцова, который в прошлом занимал пост первого вице-премьера правительства России. Это было в другую, можно сказать, историческую эпоху. Мы, Борис Ефимович, все знаем здесь, в Украине, как человек, который всегда симпатизировал демократическим переменам, рыночным реформам и революционному движению в поддержку этих перемен в стране. Он был и на митингах, и на баррикадах. И даже одно время, в начале 2005 года, когда только-только победила Оранжевая революция, он пытался работать у тогдашнего президента советником по экономическим вопросам, по вопросам реформ. Но не задалось. Борис Ефимович, вот почему тогда не задалось, и как все-таки сделать так, что вот новое время, которое сейчас наступило в истории Украины, не дай бог не стало вот опять временем упущенных возможностей и нереализованных надежд? Да, ну, во-первых, добрый вечер, Евгений Алексеевич, добрый вечер, Украина. Я рад вас всех слышать. Я, правда, вас не вижу, но слышу. Я, честно говоря, вот только что слышал такой очень горячий диалог, перепалку. Мягко говоря, горячий, да. Да, да, честно говоря, я не мог разобрать чьи... Вау, молодище! Я не мог разобрать чьи... Я не мог разобрать чьи-то голоса, но для меня совершенно очевидно, что вот таким образом решить огромные, я подчеркиваю, огромные экономические и социальные проблемы Украины невозможно. Понимаете, можно сколько угодно там обвинять друг друга, кричать друг на друга и так далее, но ничего не происходит. Вот смотрите, что на самом деле случилось. Больше 20 лет независимости Украины. За эти 20 лет, к великому сожалению и кошмару, да, Украина очень слабо проводила экономические реформы. И то, что сейчас Путин бахвалится, что заработные платы в России в разы выше, чем в Украине, а это действительно так, средняя зарплата в России сейчас где-то около там 800-900 долларов, средняя зарплата в Украине... Господин Немцов, здравствуйте. Мы знаем все наши проблемы, спасибо, что вы нам их напоминаете. Нам хотелось бы узнать, что может измениться в России по отношению к Украине. Вот вы, дай бог, станете президентом, вы лично Крым вернете, например? Замечательно, я не слышу, кто задает вопрос. Я не слышу, кто задает вопрос. Спасибо вам, конечно, за замечательный вопрос. Алексей Лихман, ведущий программы вечерних новостей на нашем канале. Мочу то, что Борис сказал, он не почувствовал ваше питание. А знаете чему? Потому что российская демократия заканчивается там, где начинается украинский питание. Я повторю вопрос. Вы, как президент России, способны вернуть Крым Украине? Слушайте, я слышал ваш вопрос. У меня к вам просьба, Алексей. Вы можете, у меня к вам просьба. Я понимаю, что у вас выборы, что вам надо всем там побеждать. Я не баллотируюсь, поверьте. Показать себе. Да, вы можете не перебивать несколько минут, я отвечу на все ваши вопросы. Значит, я считаю, что... Но все же вы не ответили пока. Я его запомнил, да. Я тоже запомнил, вернул. У меня к вам просьба, можно не перебивать? Или мы сейчас закончим дискуссию и говорите сами. Вы не перебиваете. Да, пожалуйста, потерпите, ничего не случится. Так вот, я считаю, что проблемы, которые существуют в Украине, во многом связаны с тем, что экономические реформы не проводились. Было много болтовни насчет реформ, но они не проводились. В итоге Украина самая коррумпированная страна Европы. Она даже хуже по коррупции, чем Россия, к великому сожалению. В итоге частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует. Девальвация гривны больше 50%. Поэтому, я считаю, что после того, как закончится война, а я очень надеюсь, что она закончится, нужно будет заниматься всерьез экономическими реформами. А именно, что я считаю предельно важным. Во-первых, это надо резко сократить государственный аппарат, на мой взгляд. Можете этого не делать, но, во-вторых, надо снизить налоги. Я знаю, что это очень тяжело, придется затягивать пояса, но это надо сделать. Третье, нужно будет поддерживать частную инициативу. Я имею в виду и акционирование, и приватизацию, я имею в виду и поддержку малого и среднего бизнеса. Это совершенно очевидно, надо делать, потому что иначе без рабочих мест будет страна, и без среднего класса тоже будет страна. А вы, скажите, готовы работать с правительством, который у нас сейчас? Нет, серьезно, как консультант, вы правильные вещи говорите, я не спорю. Прописные истины. Вы готовы работать с теми людьми, которые сейчас у нас в правительстве? Как консультант? Значит, я, во-первых, в нынешнем правительстве много моих товарищей. Должен вам открыть страшную тайну. Во-вторых, я считаю, что достойное правительство сейчас в Украине, но из-за того, что идет война, правительство не может сконцентрироваться на решении социально-экономических проблем. И это очень и очень плохо. Поэтому, конечно, необходимые условия для того, чтобы заняться экономикой, это прекращение вот этой бойни кошмарной. Теперь, что касается Крыма. Реформы не обязательно? Сейчас нельзя делать реформы. Да, война идет или что? Что нельзя делать по нашим родителям, вашим друзьям? Делать реформы сейчас? Нет, подождите, дорогие друзья. Значит, реформы во время войны, конечно, никто делать не сможет. Ни в одной стране мира никакие экономические реформы во время войны не проводят. Но Грузия сделала. Поэтому Грузия сделала реформы до войны. Я хотел бы подчеркнуть. И во время войны она их продолжала успешно. Ну, война продолжалась. Бориславович. Вот Антон Герасенко. Я хотел бы подтвердить, что говорит Борис. Сейчас Каха Бендукидзе, сейчас советнику Порошенко, вы можете ему задать вопрос, когда самые серьезные антикоррупционные реформы, реформа полиции, реформа суда, реформа прокуратуры была сделана. Она была сделана до 2008 года. И то, что сейчас Грузия... Борис, вам господин Немыря подсказал, что Каха Бендукидзе не советник, потому что правительство отказалось делать реформы. Господин Немцов, мы не будем, но давайте культурно относимся, что мы говорим не думаем, что в Каха Бендукидзе... Я обращаюсь ко всем. Вы знаете, одно дело перебивать друг друга в студии, другое дело перебивать, когда идет телемост и когда идет еще задержка по звуку. Пожалуйста, я вас очень прошу, проявите еще несколько минут уважения и терпения. Да нет, там, видимо, очень все нетерпеливые, но это не важно на самом деле, я понимаю, выборы там надо отличиться. Так вот, теперь по поводу Крыма. Я считаю, что Крым можно вернуть, можно вернуть, только если жители Крыма поймут, что в Украине жить лучше. Вот только тогда мы это не вернемся. Значит, Путин провел, Путин провел, Путин провел вот так называемый референдум. То же самое звучало и по поводу Северной Осетии, там реформ никаких не было, потому что это выжженное поле. Это мантра, которую повторяет российское правительство вот уже несколько лет, и не только по отношению к Донбассу. А кто это говорит? А можно узнать, кто меня все время перебивает? Это один из соведущих. Это Алексей, который вам задал этот вопрос. Я понял. Вот Алексей, потерпите, я вам отвечу на ваш вопрос. Либо не задавайте вопросы тогда. Алексей, ну правда, я вас, Алексей, я вас лично прощу. Хорошо, спутник уходит, давайте дослушаем. Такое ощущение, что Алексея там что-то с Кипидаром намазали какое-то место. Олег, я вас еще раз прощу. Олег, я вас еще раз прощу. И поэтому он так хворобливо на это реагует. Бо в Кремле сидит агрессор, который окупировал нашу землю, который убивает наших людей на Донбассе, который окупировал Крым. И вы, российский демократ, скажете, что вы не вернете Крым. Ганьва вам. Спасибо. Мы в армии-то забираем. Евгений Алексеевич, олег, ну я вас спрашиваю, в конце концов. Евгений Алексеевич, вы просто себя неприлично ведете. Евгений Алексеевич, у меня к вам просьба. Да. Евгений Алексеевич, у меня к вам просьба. Я что-то вас не узнаю. У вас как у Савика Шустера стало, Егова. Вот. Что происходит, я не понимаю. Вот. Можно, не так уж и плохо, я согласен, но у меня просьба. Если вы задаете вопрос, кто там из вас, то вы имейте терпение дослушать. Иначе просто до свидания и все. Слушайте, вы же меня позвали, я сам не просил. Это правда. Это правда. Позвал вас я, а не Алексей Лихман. Это правда. Да, ну пусть он и подъявится. Я только что увидел внимания всех присутствующих, что... Ну, пожалуйста. Я просто напомню вопрос. Короче говоря. Если вы вдруг станете президентом, то что вы поступите. Как вы поступите? Во-первых, если бы я был президентом... Во-первых, Алексей, 115-й раз не перебивайте, пожалуйста. Это уже Евгений Алексеевич вас перебил, извините. Да, значит, еще один там красавец. Я смывал скипидар. Пока я смывал скипидар, вас перебил Евгений Алексеевич, извините. Если бы я был президентом, Крым был бы украинским. Вот и все. Дальше. И никто бы его не отбирал. Но сейчас, послушайте, но сейчас совсем гораздо более сложная ситуация, чем вам кажется. Сейчас Крым можно вернуть Украине только если люди в Крыму поймут, что в Украине жить лучше. А для того, чтобы в Украине было жить лучше, то есть надо будет там проводить референдум и так далее. Для того, чтобы люди это поняли и захотели вернуться назад в Украину. Вам придется делать болезненные, тяжелейшие, долгосрочные реформы. И эти реформы, к сожалению, я не знаю, готовы вы их делать или нет, но эти реформы надо будет делать, сцепив зубы. Понимаете? Терпеть придется, потому что то, что я сейчас вижу, я вижу сейчас, конечно же, что идет война и, понятно, там, издевательства путинские и прочее-прочее. Я сам этим активно занимаюсь, как вы знаете, борьбой с этой агрессией против Украины. Вот. И вы это, наверное, заметили, что я этим занимаюсь очень и очень активно. В отличие, может быть, от многих людей, которые могли бы заниматься, но испугались. Но я вам должен сказать, что все время все валить на то, что есть какой-то негодяй и агрессор Путин, и поэтому мы плохо живем, не получится. Рано или поздно наступит мир. Рано или поздно придется разгребать завалы, которые произошли. Понятно. И здесь придется затянуть пояса. Я прошу прощения. Теперь, что... Я прошу прощения, сейчас спутник просто улетит. Я... Последний ваш тезис, если можно. Это... Последний мой тезис такой. Он очень просит вас не перебивать, а просто просит как бы подвести черту. Евгений Алексеевич, я молюсь, чтобы в Украине воцарился мир, и делаю все для этого, в том числе и в Москве. И я, как только это наступит, вам придется активно и очень серьезно заниматься экономикой страны. Вы 20 лет этим не занимались, и ровно поэтому такая низкая зарплата и такая низкая пенсия. И ровно поэтому такая высокая коррупция. Спасибо. Спасибо. Вас не любит, что-то господину Лемцову президенту, потому что здесь там аккуратно он отмечает. Да. Господин Лемцов, вы сказали, что мы последние 20 лет... Теперь вопрос, теперь вопрос. Господин Лемцов, вы говорили, что 20... Это вопрос представителя правого сектора, Борислав Береза. Да, слышу вас, Борислав. Вы сказали, что 20 лет в Украине никто не проводил никаких реформ. Вы абсолютно правы. Но вы знаете также, что и последние 7 месяцев никто не проводил никаких реформ. Ни экономических, ни реформу МВД, ни реформу судов, ни реформу прокуратуры. Никаких реформ. И вы говорите, что эти люди будут проводить их дальше? А на чем базируется ваша уверенность? Борислав, понимаете, какая штука? Вы прослушали, что я сказал. Во время войны не бывает реформ. Назовите мне хоть одну страну, которая бы во время войны проводила реформы. Хоть одну назовите. Только не надо про Грузию, ладно? Израиль живет и воюет последние 50 лет и воюет. Послушайте, в Израиле изначально была построена рыночная экономика. Не надо перебивать. Что у вас там, я не знаю. Объелись белины, что ли? Так вот, я могу сказать, что в Израиле изначально строилась рыночная экономика. Украина, да, как часть Советской империи, да, никакую рыночную экономику не строила. А ее строить надо. Ее надо строить очень тяжело. Это будет масса проблем. У вас даже частной собственности на землю нет. Господин Министерство, вам хочет задать вопрос один из участников боевых действий на Востоке. Послушайте, пожалуйста. Вот вы говорите, если бы я был Путин, я бы Крым не забирал. Но так как уже забрали, да, то я отдавать не буду. Жители, если Крыма захотят, то мы отдадим. Это жители Крыма захватывали парламент Крыма. Это жители Крыма увеличили на 20 тысяч контингент войск в Крыму российских. Это они выбирали такой путь. Это жители Донбасса сейчас выбирают путь бомбежек. Я там был. Там нет людей, которые хотят в Россию уже. Они хотят просто, чтобы ушли оттуда. Потому что там, где стоят российские войны, там идет война. Там, где стоим мы, там мир и спокойствие. В Мариуполе люди счастливы. Были до того момента, пока не подошли российские ограды. А вы говорите, жители Крыма выберут Украину, мы, может быть, их отпустим. Это позиция врага и оккупанта. Это значит. У нас заканчивается связь в Свой. Я не слышал, я не слышал, кто задает вопрос. Это один из участников боевых действий. Это наш солдат, который вернулся с Востока. Его зовут Дмитрий Леонидович, боец батальона «Шахтерск». Я понял. Значит, Дмитрий, я вам могу сказать. Моя позиция четко и ясно изложена. Она многократно была в украинской прессе. Я считаю, что Путин развязал войну с Украиной. Это преступление. Я считаю, что все войска, а также все боевики, которые там находятся и получают от него оружие, должны вернуться назад в Россию. Я считаю, что вот как он все это затеял, так он оттуда должен и уйти. Причем чем быстрее, тем лучше. Вранье, которое распространяется в России, что он там не воел, это вранье уже никто не верит. Дальше. Я хотел бы, чтобы вы, Дмитрий, поняли разницу между Крымом и Донбассом. Эта разница огромна. Донбасс действительно... У нас, к сожалению, пропала связь. Да, у нас пропала связь.